Счет серии 2-1. Сегодня обязательно нужно побеждать, а побеждать нам сегодня поможет настоящая волейбольная легенда, которая пришла к нам в студию. Здесь сейчас находится у кромки в поле. Это Юрий Бережко, олимпийский чемпион 2012 года. Вы часто сами больше играете или смотрите баскетбол? Ну вот в данный момент, почему я здесь оказался, именно потому что в пресс-сезоне это для меня отличная возможность поддерживать форму. Большое спасибо Сергею Быкову. Это один из тех ребят-баскетболистов, с которыми я плотно общаюсь. Это тренерский штаб сборной России. И вот ваши фотографии не с Быковым. Это Алексей Избраилов, да, как раз-таки тоже приглашает меня на матчи. Я предлагаю сейчас нам немножечко поиграть. У нас есть очень крутой приз в виде аплодисментов нашей творческой бригады. Ну согласитесь, не каждый день такое предлагаю, поэтому я сейчас прячу листы свои с подсказками, потому что сам могу что-то не помнить. Итак, сейчас задача по фотографиям определить рост баскетболиста. Выше он или ниже вас? Ваши рост 198? 198, да. И Никита Курбанов, сколько? Я его знаю. Он выше вашего? Ну он здесь живет, ну конечно, местный житель, я его вижу. А, местный житель, как в магазин вместе в пятерочку водится? Да, местный, да. И Филумбер, который в полете красивейшем завис сейчас под кольцом? Я думаю, ниже. Ниже, чем вы? Да. И это правильный ответ 193. Ребята, бросайте камеры и аплодируем нашему победителю. Браво. Спасибо. А в 37 сегодня забьете сверху? Да, я этим и занимаюсь. Я сейчас предлагаю разойтись, ребята. Нет, я не знаю. А, сейчас не будете, да? Ну ладно. Конечно, в 37 для этого нужна серьезная разминка. Понял, ладно, тогда, ребята, остаемся. И у нас с каждой минутой прибывают все больше и больше звездных гостей. Прямо сейчас у нас Максим Мамин. Потрясающий хоккеист, обладатель Кубка Гагарина. И нужно отметить, что игрок ССК. Очень приятно. А вот говорят, что когда хоккеисты, они действительно непрыгучие. Правда ли это или нет? Что из-за амуниции, из-за всего вес как-то тянет вниз. Что люди не могут вырасти огромными. Или это все легенды, мифы, размашки? Да нет, есть у нас ребята, которые сверху могут забить спокойно большое кольцо. Это кто, например, из ССК? Ваня Телегин, Радулов забивал сверху. То есть есть к кому попрыгать. Это я вообще похвастаюсь немножко. Я заказал кольцо, мы его повесили здесь на стену. И перед играми уже три сезона разминаемся. Итак, у нас сейчас будет одна минута. Друзья, хоккейный ССК против баскетбольного ССК. Неплохо. Ребят, но счет у нас пока серьезный. 0-0. Отличная была. Я думаю, что вам нравится эта игра. Что, забили? Почти. А вот я забил только что. 1-0 я веду. Максим, вы максимально сосредоточены. По-моему, вы таким даже не были на кубке Гагарина. 2-0. Вы это видели, нет, как залетело? Я тогда издалека трехочковый, и это победа будет. Давай. 3-0. Было, да? Это была трешка. Это была трешка. 3-1 финиш. Это была отличная игра. И сейчас в команде ССК я, как человек, который связующее звено, скажем так, передам ребятам эту энергетику, тем, кто сейчас есть, болельщикам и так далее. Давайте, вот что такое. Прям вот. Мужики, с первых секунд выходим. Оборона жестко в атаке, не жадничаем с передачами, и все друг за друга. Максим, ваши слова... Я думаю, они по-моему, лучше. Так, обязательно стучится. Спасибо еще раз огромное. Вы представляете, какое удовольствие сейчас испытываю я, и наверняка любой бы мужчина, который оказался здесь, в студии ЦСКА Баскет ТВ, когда рядом с тобой фактически весь звездный состав группы поддержки баскетбольного клуба ЦСКА. Девочки, ой, и сейчас вместе со мной мы приготовимся встречать... Ну а прямо сейчас, друзья, звучит всем знакомая мелодия, мы встречаем лучшую команду Европы. ЦСКА Москва болельщики! Дайте много шума! Группа поддержки сегодня особенно настроена. Это чудесно. Супер, молодцы. Ну все, мы продолжим. Они пока танцуют. У меня будет несколько вопросов, и вы мне сейчас попробуйте все вместе ответить. Что такое краска? Краска в баскетболе. Что такое в баскетболе краска? Есть варианты ответов. Трехсекундная зона под кольцом, ролик Гага на площадке, покрытие или косметика? Покрытие, наверное. Покрытие. Вы согласны, что это покрытие? Если... Давайте. Если отвечаете неверно, то одна из вас снимает четыре вещи. Ох! Всего четыре... Всего четыре вещи. Нас есть походы. Итак, правильный ответ. Краска в баскетболе. Это трехсекундная зона под кольцом. Кто раздевается? Кто раздевается? Тот из них. Как будете болеть? Помашите активно. Немного тектоника. Итак, друзья, продолжается прегейм-шоу ЦСКА Баскет ТВ. Ой, запыхался я, потому что все время, что вы смотрели на Деррона, мы их здесь танцевали. И я не один, а Денис Ларин. Это наш постоянный один из самых ярких и ярых болельщиков ЦСКА. Привет! Молодец, что пришел к нам сюда, спустился. Вот вы женатый человек. Ваша жена знает о том, что вы так... Ну, в смысле она... Она сегодня меня отпустила с двумя детьми и две девочки на трибуне. Это моя идея. А как она вообще отреагировала на то, что в вашей жизни появился еще один сын? Это было тяжело. Брат, отец ЦСКА, да. Очень притиралось долго, конечно, к этому всему. Очень тяжеловато. Но постепенно, постепенно, даже пару раз я ее сводил сюда. Да, было дело. Мегаспорт, когда был какой-то крутой матч с Барселоной, по-моему, она согласилась и пришла. Давайте вы сейчас обратитесь к своим друзьям. Можете им помахать отсюда прямо с паркета. Я думаю, что они с удовольствием отведят. Люди добрые! Ребята, зайдем, давай! ЦСКА! ЦСКА! Молодцы! Вот так работает фан-сектор на всех наших домашних матчах здесь. Фактически после каждой игры, когда я спускаюсь и уезжаю, вы стоите и ждете всю команду. Встречаем игроков. Нужно поддерживать их как после победы, так и после поражения. Нужно их поддержать. Моральный дух. Чтобы они знали, что мы, болельщики, всегда за них и всегда рядышком. Можем поддержать их еще. Вот такие вот футболки. Класс! Как вам идея такой футболки? Это же с ножом, это как и Тудиск. Абсолютно верно, с ножом как и Тудиск. Как вам идея? Очень замечательно. И конь такой, как нас настоящий. В таких футболках приходите в Лига Пап. Вы придете в Лига Пап? Я обязательно приду, я уже забронировал. Последний успел столик забронировать. Я, Галина, Дима, мы идем. Вы придете тоже, шарфа, все как положено, будете кричать на всю мосту. Все полностью, мы будем полностью готовы, как всегда. ЦСКА всегда будет первым. Абсолютно верно. Денис, спасибо большое, что спустились к нам со своих трибун. Через 14 минут начнется баскетбол. Надеемся, что встречусь со всеми вами в финале. Друзья, ну и давайте хором с той стороны экрана. Ответьте мне, пожалуйста. ЦСКА всегда будет первым. Молодцы. Пока с вами был Макс. Здесь все увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok